Во имя Отца и Сына и Святого Годуха, братья и сестры, Святая Церковь призывает нас каждый воскресный день собраться и прославлять воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Через это в большей мере углубляться в понимание этого догмата воскресения Господа, о том, что Церковь нам напоминает цель нашей жизни. Цель человеческой жизни лежит вне этой жизни, за пределами этой жизни, вечности, когда человек, если Господь способен, воскресит, восславит, то есть получит такое духовное тело, как у Господа, у Божьей Матери, и как Господь показал на горе Фома, то есть светящееся такое тело светлое, и у праведницы воссияют, как звезды отца-невесты. И кроме этого, мы слышим Священное Писание, которое повествует о воскресшем Господе нашего Иисуса Христа. Святое Евангелие, вообще Слово Божие, в данном случае, оно есть точное вообще воспроизведение исторических событий. Как мы сегодня слышали, что воскресший Христос является на берегу моря, апостолам, которые ловили рыбу, ничего не поймали, и благословляет их, закинуть в сеть, и они поймали сто рыб, пятьдесят и три. Вот через это Господь как бы показывает, напоминает апостолам, вот тот момент, когда он еще в обычном теле, в таком, как у нас, мы помним, когда он говорит Петру, закинь свечь с лодки и обрячь, когда Петр, пораженный ловом рыбы, который был огромный, когда лодки стали не тонут, он говорит, отойди от меня, Господи, я человек грешен. Вот через сегодняшнюю Евангелие мы понимаем, что как тогда, когда Господь еще до своего воскресения присутствовал рядом с учениками, рядом с тем, кто в Него веровал и кто в Слово веровал, да, также воскресший Господь уже после воскресения также пребывал с учениками, как Он пребывает и среди нас, вот в этом храме, в котором мы собрались, об этом надо, конечно, помнить, что так же, как Он помог в рыбной ловле, вот в сегодняшнем Евангелии мы читали, так же помогает и нам стараться идти по западе Божьем, поэтому будем стараться изучать эти западе, знать, как себя надо вести в храме, вот например, многие после илле помазания покидают службу, служба кончается не тогда, когда помазали иллеют, да, мы знаем, очень интересная такая особенность, кто ходит в храм, кто долго понимает, почему это народ как чувствует, как будто кто ему сказал, собирается как помазать, а после помазания быстренько раздвигается, неправильно, ну, во-первых, потому что помазают, мы помазаем не совсем по уставу, так сложилось в советское время, помазают после первого часа, в конце службы, больше того, скажем, вот народ стоит очень скромно у дверей, кажется, что это такое скромное состояние, на самом деле не так, верующие верами должны тут стоять, вот здесь храм, а там притвор, там кающиеся стоят, кающиеся и оглашают, а здесь стоит верное, вот, но человек думает, что вот насколько это скромно, насколько это смиренно, но это неправильно, вот смирение все-таки проявляется в том, когда мы стараемся исполнять волю Божью, да, поэтому иногда переводят слово смирение, там говорят, что это мера, когда человек знает свою меру, знает свое положение, да, знает, где он должен стоять и что делать, это очень важно, вот, а не назначать себе то место, которое ему нравится, как ему кажется, что это правильно, поэтому очень важно службу стоять здесь, здесь, в этом месте, в храме, а не вне храма, вот, поэтому это очень такие вещи вроде бы незначительные, но очень важные для нас, потому что верный в малом, верный в большом, поэтому будем помнить, что воскресший Христос, он рядом с нами, вот, он рядом помогает, помогает на пути нашего спасения, вот, и хотя он не видим, тем не менее, он присутствует с нами, и, конечно, он нам помогает приходить в храм, он помогает нам молиться, он помогает нам совершать те маленькие подвиги, которые мы стараемся совершать, если мы будем таким образом стараться идти духовным путем, то, если угодно Господу, Господь дает вкусить себя, как он блах, если бы Господь говорил, учитесь от меня, да, придите к нему, как он крот, так смирит сердце, только так можно научиться от кротости и смирения, да, Савва Тавдорофей говорит, что есть путь к смирению, а само смирение непостижимое божественное, то есть это дар Божий такой, да, но вот этот путь надо идти, то есть мы этим путем идем, тогда Господь может, если ему это угодно, даровать нам это смирение, вкусить благость, вкусить царство небесное, о котором апостол Павел говорит, что это пища и питье, но что благочистое, мир и радость во святом Духе. И вот когда человек к этому приобщится, когда он это узнает, тогда у него что возникает? Мотивация. Это очень важно. Человек должен знать, ради чего он трудится, причем подвиг совершает. Вот и апостол Петр этот вопрос поднимал, говорит, Господи, мы все оставили, а что будет нам? А разве мы все оставили, да? Ну, мы даже сеть не можем оставить, компьютер, да? А вот апостол Петр все оставил, да? Поэтому очень важно об этом помнить, ради чего мы подвязаемся, да? Ради Царства Небесного, которое внутрь нас есть, и которое уже здесь, сейчас, вообще, в каждом увещенном человеке. И дай Бог, чтобы у нас этот опыт был, чтобы у нас был опыт живого общения с живым Богом. Вот молитвами сегодняшних святых, вот скажем, святомученика Лонгена, который Господь ему открыл, вот у креста, он был, что это воистовый человек, сын Божий, да? Сказал язычник, человек не крещённый, да? Вообще другой культуры. Но Господь ему открыл. Вот и молитвами новомучеников, которых мы сегодня поможем, да? Поможет нам Господь и детям путём исполнить заповеди Божии, чтобы воскресший Христос был в наших сердцах, да? Чтобы у нас, как уже сказал, был опыт общения с живым Богом. Помоги Господи, братья всех. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok